Как я уже говорила и как мы в прошлый раз поняли, подряд слушаем несколько сообщений о памятниках Болгарии и Румынии. Так вот тут сошлось, что и Алексей Бармин, и Настя Мазор ездили туда. И в прошлый раз мы Алексея слушали его первую часть, а вторую будем 2 числа слушать. А сегодня Настя нам про Баянскую церковь рассказывает. Да, и вам слово. Добрый день, добрый вечер, вернее, всем. Сегодня у меня будет небольшой рассказ об архитектуре и частично роспись Баянской церкви. Собственно говоря, у меня есть желание еще рассмотреть несколько церквей подобного типа храмов-усыпальниц, одна из которых находится в Тырново и одна в Бачковском монастыре. Я обе эти церкви видела. И вот, так сказать, это такое начало небольшой серии. Итак, вот здесь на фотографии вы видите изображение Баянской церкви. Фотография старая, взята из монографии Горбаря, посвященной этой церкви. И здесь очень удачно то, что видно хорошо ансамбль архитектурный, потому что сейчас там большой парк, все вокруг зелено красиво, но сделать хорошую фотографию, к примеру, летом общего вида фактически невозможно. Итак, Баянская церковь расположена приблизительно в 8 километрах от Софии у подножия горы Витыша в небольшом селе Баяна. В древности была крепость, о которой есть упоминание в болгарских и византийских источниках в связи с восстанием Деляна в 1040 году и нашествием печенегов в 1048 году. Прошу прощения. Баяна состоит из трех частей, которые возводились в разное время, в XI, XIII и XIX веках. Также в храме есть росписи, которые были выполнены в XI, XIII и XVI веках. В стенописи есть два портрета, два изображения XIII века. Вот сейчас вы видите изображение Ктитора Калаяна и его супруги Десеславы. Также в церкви присутствуют изображения Константина Асаны и царицы Ирины. Эти изображения подписаны на новоболгарском языке и не вызывают никаких сомнений в плане идентификации. Возле образа Калаяны и Десеславы есть хорошо сохранившаяся титрская надпись, в которой упоминается об этой росписи церкви, вернее о ее конце, это 1259 год. Она гласит. Ну, что соответствует 1259 году. О самом Калаяне и Десеславе не сохранилось никаких других сведений. По всей вероятности, Калаян был правителем юго-западных областей болгарского государства в XIII веке. Ну, что касается притвора позднего, там сохранилась надпись с датой 1882 года. Она относится уже к концу XIX века. С архитектурной точки зрения следует говорить не об одной, а о двух церквях. Ну, вот здесь план архитектурный. Это первый этаж и второй этаж. Как видно на плане, первая церковь А, вот она здесь расположена, была расширена путем пристройки дополнительного объема с западной стороны. Это вот объем второй XIII века. Последовательность этих двух частей церкви очевидна из того факта, что новая часть была добавлена к первоначальной и не имеет своей собственной восточной стены. То есть вот здесь проход, он соединяет, в общем-то, собственно говоря, эти две постройки. Из-за отсутствия прямых упоминаний в источниках церковь А не может быть точно датирована без учета первой росписи, которая по своим характеристикам относится где-то к XI-XII векам. Роспись церкви Б, вот как мы видели из вативной надписи, была закончена в 1259 году и, несомненно, построена незадолго до этой даты, во всяком случае, по заказу того же самого Полояна, который возвел ее не только как дворцовую церковь, но и как усыпальницу для себя и своей супруги. Итак, старая часть церкви – это небольшая, почти кубическая постройка с полукруглой апсидой, с одним входом, вот здесь вход в старую церковь был с западной стороны, и куполом на высоком барабане. Ну вот я сейчас покажу, вот как это выглядит на улице с восточной стороны. Правда, человек ходил мимо немножко, испортил мне картину. В апсиде и в боковых стенах есть по одному сводчатому окну. В барабане также есть четыре узких окна. Вот изображение южной стены и восточной части – это тоже сейчас немножко есть изменения некоторые, но это вот тоже из книги Грабаря, очень хорошие рисунки, поэтому я их пока помещу здесь. По углам объема церкви прямоугольные пилястры, соединенные арками, что придает церкви крестообразную в плане форму. Стены выполнены из красного кирпича, ряды которого разделены толстым слоем извести с толченым кирпичом. На внешних стенах церкви нет никаких декоративных элементов, за исключением трех неглубоких ниш. Вот они здесь показаны. Вот эта вот часть, которая ниже, рядом стоящей западной, это часть самая старая. За исключением трех неглубоких ниш с полуциркульным завершением – с южной и с северной сторон. Центральная ниша доходит почти до верха стены, а две другие по бокам – меньшие. Стены и барабан увешаны тяжелым, более поздним карнизом. Вот этим лунообразным изгибом – это так называемый карниз, очень характерный для времени, как они это называют, болгарского возрождения. Наружная архитектурная декорировка не имеет связи с внутренней структурой церкви. Здание перекрыто узкой четырехгранной крышей, апсидой и барабан – коническими крышами. С западной стороны был притвор, который разрушен при строительстве второй части церкви. Алтарь был отделен от основного пространства каменной перегородкой, части которого, какие-то маленькие кусочки, находятся в археологическом музее. Вторая часть церкви, я показываю разрез, чтобы здесь было более понятно. То есть мы сейчас говорили вот об этой части церкви, о восточной, о первой. А сейчас переходим к разговору о второй части церкви, которая относится к середине XIII века. Вторая часть церкви двухэтажная. Нижний этаж, вот он здесь показан, представляет собой широкий коридор, перекрытый продольным цилиндрическим сводом. Вот он, продольный цилиндрический свод. С западной стороны вход. А с восточной стороны вход в раннюю церковь. То есть, по сути дела, здесь такой сквозной проход с самого начала, вернее, с конца через всю-всю-всю церковь и прямо вот до алтарной части. Первый этаж абсолютно глухой, без каких-либо оконных проемов. В середине боковых стен имеются по одной неглубокой нише. Вот они, полукруглые эти ниши. По размеру и расположению напоминающие ниши аркосолей, под которыми совершались погребения. Верхний этаж представляет собой однокупольный, одноапседный храм по внутренней конструкции, повторяющий первую церковь. То есть, они... Сейчас я вернусь все-таки к плану, чтобы это показать здесь более ясно. То есть, вот это первый этаж в восточной части первой церкви, а вот это вот второй этаж... Можно покрупнее. Да, конечно, вот покрупнее. Просто вот какие удалось мне картинки найти, какие я их показываю. Я сразу предупреждаю, что они не все хорошего качества. Вот, потому что есть некая специфика, там пускают на 10 минут, фотографировать там просто бесполезно, по той причине, что там нет освещения нормального. Ну, в общем, свои нюансы. Ну, в общем, вы видите, что это тоже такая крестовая постройка в плане... Сейчас я вернусь обратно. Вот, изначально, изначально вход был с южной стороны, который соединял по всей вероятности коридором, проходом с дворцом. Никаких остатков дворца не найдено, ничего об этом дворце тоже не сказано. Это изображение относится к 20-м годам 20-го века, и поэтому этого входа не было. После последней реставрации они сейчас эту дверь восстановили. Вот вы ее видите на южном фасаде. Вот. Эта дверь располагается между тремя нишами, которые тоже имеют декоративное такое небольшое значение. Боковые стены представляют собой вертикальную плоскость без каких-либо признаков того, что это двухэтажная постройка. Нижняя часть довольно гладкая, а верхняя украшена вот этими вот пологими арочными нишами. Их основание начинается с линии, соответствующей завершению первого этажа, то есть здесь, на северной стене, это северная часть стены, четыре одинаковые ниши. Вот раз, два, три, четыре. На той же высоте. И одна меньше, наверху. Это и окно старое, которое вот как-то странно теперь они его... Оно было заложено, потом они его открыли, и вот сейчас деревянная такая спорка. Удлиненные сводчатые ниши также есть и на сохранившейся после ремонта части западной стены. То есть сейчас мы смотрим на западную стену второй части церкви. Это помещение внутри притвора западного, самого последнего. Восточная стена верхнего этажа не имеет оконных проемов. Полукруглая апсида опирается на западную стену. Вот эта полукруглая апсида опирается на западную стену первой церкви и выступает над ее крышей. Вдоль карниза, ну вот тут, к сожалению, не очень хорошо видно, проходит орнаментальный фриз из двух слабо выступающих рядов горизонтально расположенных кирпичей, между которыми находится еще один ряд кирпичей, помещенных под навесом. Но это не сильно красивое зрелище, поэтому... Здесь высокий барабан, возможно, новый, но лежащие под ним крыши старые. Эти крыши имитируют снаружи систему арок транспорта, выступающего из купола. А именно, барабан стоит на кубической основе. Вот он. От него на юг и север выступают узкие двускатные крыши. Вот они, эти две узкие двускатные крыши. Остальное пространство к востоку и западу закрыто двумя широкими, также двускатными крышами. На боковых фасадах псевдотрансов... Сейчас я покажу его. Вот он. Выступает с небольшими возвышениями над общей площадью карниза. Верхний карниз, как я уже упоминала, как и остатки вот этой штукатурки, более поздний. Стены нижнего этажа выполнены из необработанного камня, чередующегося с двумя-тремя рядами кирпичей. А верхний этаж выполнен только в кирпиче. В качестве раствора также использовалась смесь известия с толченым кирпичом. Про предел XIX века я не буду рассказывать, потому что он совсем... Вот когда вы там оказываетесь, небольшая экспозиция, посвященная истории реставрации, каким-то моментом с церковью связанной, никакой уникальности и на самом деле не очень интересно, не знаю. Что касается росписей, если говорить про первые росписи, то от них остались совсем какие-то жалкие кусочки. И, собственно говоря, основная роспись первая находится под записью второй росписи. То есть, вот роспись середины XIII века, она заполняла полностью и первую церковь поверх первых роспий, и вторую часть церкви, которая, по сути дела, была склепом. Некоторые фрагменты фресок XIII года осыпались, и в результате обрушения второго слоя обнажились вот фрески первые, первоначальные. Среди этих фрагментов изображение святых отцов в Апсиде, части орнамента в Апсиде, но их сейчас уже фактически не осталось, они тоже перенесены в музей. Святой диакон на южной стене алтаря, части от святых праведних на северной стене, бюст святого в южном своде, части двух святых в западном своде, небольшая часть от распятия на западной стене и совсем маленькие кусочки успения Богородицы на южной стене. Ну, вот здесь можно, это схема росписи восточной первой части, и вот здесь можно увидеть, где произошли вот эти обрушения. Вот римскими цифрами выделены куски штукатурки, которые обвалились. Сейчас обвалилось еще больше штукатурки, и последние реставрационные работы были произведены в 2006-2008 годах, и они были даже больше не реставрационные. Алло, меня слышно? Просто какое-то эхо началось. Слышно, но эхо почему-то. Да, почему-то эхо, я ничего не нажимала. Кому-то нужно звук выключить, наверное. Кому-то нужно звук выключить. Меня слышно? Да, хорошо, исчезло. Да, все здорово. Сейчас, теперь мне надо убрать вот эту штуку. Что касается этих фрагментов, сохранившихся, дошедших до нас, они все очень в плохом виде, фактически ничего о нем сказать нельзя. Ну вот среди, наверное, самых таких хорошо сохранившихся, это изображение в апсиде, в восточной части церкви, святых отцов. Вот здесь прорисовка, вот она граница, и внизу изображение, которое вы видите, закрашенное, это остатки старой живописи. Здесь мы видим с вами четко границу, который проходит врушение, и видно сразу, где изображение более раннее, более позднее. Вот отметим сразу, что по этим отрывочным фрагментам невозможно составить четкое и цельное представление обо всей картине программы росписи, а также о стилистических и технических особенностях. Самая лучшая вот сохранность у этой сцены в альтерной апсиде, где сохранилась нижняя часть. По центру мы видим изображен керамический престол на одной ножке. На нем чаша и дискос. По бокам на бледно-голубом фоне с обеих сторон престола по два приближающихся святителя. Верхняя часть изображения и надписи неизвестны, поэтому точно идентифицировать, кто из них, кто невозможно. Кроме того, не сохранилось ни одного изображения из всех дошедших до нас кусков того времени личного. И только отдельные части фигуры и одежды составляют весь стилистический материал для датировок. Все, что остальное сохранилось, какие-то я там видела бледные изображения, но они совсем ни о чем не говорят, даже на них смотреть не стоит. Можно только отметить, что эта живопись отличается очень светлой прозрачной гаммой с преобладанием белых оттенков, а также светло-зеленым, розоватым, желтым и голубым фоном. Одежда имеет простые и прямые складки, как здесь можно увидеть. А плоские массивные подошвы ступней и развитые широкие туловища напоминают мозаики святого Луки в пакете. Преобладание крупных фигур усиливает эту аналогию. Поларистическое решение в таких светлых оттенках характерно для византийской живописи XI-XII веков. Части греческих надписей свидетельствуют, что первая живопись в восточной части Баянской церкви была сделана византийцами и византийцами, которые господствовали на этой территории между 1018 и 1186 годами. Теперь переходим. Сразу скажу, что совсем немного я расскажу о живописи II периода. И Баянская церковь обязана своей мировой известностью прежде всего росписям 1259 года, которые отражают исключительно достижения болгарской средневековой культуры. Живопись следует общим принципам украшения христианского храма, которые были установлены решением VII Вселенского собора, состоявшегося в Никее в 787 году, и к XI веку превратившихся в законченную систему, строго соблюдавшись. Всего приблизительно 240 образов, которые отличаются индивидуальностью, убедительностью психологических характеристик и жизненностью. Роспись Баянской церкви II периода имеет важное значение для истории искусства, так как она не перекрашивалась, не обновлялась. Во время капитального ремонта, о котором упоминает Горобар, в 1912 году отвалившиеся части штукатур были просто залиты, закрашены краской, в некоторых местах приближены по тону, особенно во второй части церкви, а где-то просто, собственно говоря, законсервированы. Эти дополнения резко отличаются от первоначальной картины и не могут вызывать каких-то сомнений. Итак, вся небольшая, по сути дела, церковь покрыта сплошной живописью, но, несмотря на это, в росписи присутствует определенный порядок, система композиций как отдельных, ну, так и общей программы. И вообще, ну, стоит отметить, что когда заходишь в этот храм, почему мне еще как-то вот привлек этот объект, хотя на самом деле это не совсем период, который меня интересует, ну, в данном случае все сложилось иначе. Он очень простой, ясный, он действительно, когда там оказываешься внутри, там снимать, вот это кто-то делал съемку профессиональную, мы видим, что это так развернутое, чтобы показать общую какую-то картину. Так снимать нам достаточно сложно, потому что объем маленький, очень много картинок, они все очень разные, они прям действительно все очень разные. Это просто какой-то мордоворот сумасшедший, как будто фотографии каких-то вот одноклассников или еще кого-то. Вот. И в то же время он очень простой и ясный по организации пространства. Это очень ощущается, и, конечно, удивительно, потому что ты сначала оказываешься в этом притворе 19 века, я сначала пришла, думаю, боже мой, куда я пришла, какой-то ужас. Вот, потом ты заходишь в скреп, который вот действительно скреп, и в конце концов оказываешься вот в такой небольшой церкви, где этого света хватает, который туда поступает из окон, но в то же время мне еще немного не повезло с погодой из-за того, что в тот день было пасмурно. И вот колористическое решение, оно очень специфическое, потому что даже вот какого-то минимального света меняется оттенок этих, особенно что касается фона, он там играет вообще от какого-то черного, заканчивает полупрозрачно-голубым, что-то абсолютно сумасшедшее. Так, программа росписи сообразная символическим значением отдельных частей церкви выражает догматы христианской веры. Ну, я сегодня расскажу совсем мало о росписи. Итак, значит, купол, верхняя часть сводов и полупуполапсиды, это символически представляет небо, изображается Христос, архангелы в праздничных одеждах, под архангелами изображаются четыре евангелиста, пишущие и передающие на землю небесную волю. Нижние части сводов, стены олицетворяют землю и заполняются сценами земной жизни Христа и Богородицы, а также образами святых. Портреты основателей церкви титров размещаются в притворе. Ну, в данной церкви это вообще вторая часть, та, которая усыпальница. Итак, здесь мы видим изображение, поясное изображение образа Христа в медальоне. Сейчас я на минутку покажу такую, другую картинку. В правой руке он держит распрытый Евангелие, Христа очень необычно, толстая шея. Настя, у нас пока только святители вообще, вы что-нибудь покажите еще. Ну, у меня почти нет картинок. Я буду, наверное, рассказывать вот по ходу дела. Ольга Евгеньевна, мне купол видим. Купол? Может быть, у вас что-то зависло? Я сначала не поняла, думаю, какие святители. Значит, вы не видели общую, наверное. Ольга Евгеньевна, видимо, что-то с этим, со скоростью интернета. У меня только святители. Да мы уже прошли общий... Может быть. Мы уже все увидели. Ладно, ну, наверное, я все-таки продолжу, с изображения поясного... Нет, значит, это у меня компьютер, действительно, не знаю. Ольга Евгеньевна, вы можете перезагрузить, ну, то есть выйти и войти, тогда, скорее всего, вы увидите все текущее. Я вас подожду, Ольга Евгеньевна. Ну, ладно. Так что, мне выйти из конференции и снова войти, вы думаете? Я думаю, да, потому что, если у вас так зависло, вы, скорее всего, дальше не двинетесь пока. Да, у вас, видите, у вас рассинхронизирован звук и изображение. Спасибо. Настя, пока Ольга Евгеньевна вышла, хочу сказать, что я очень рада твоему докладу, потому что я была в Софии, но я не доехала до Баянской церкви. Ну, вот, а я сглупила, потому что поняла, что мне нужно было все-таки дождаться своих товарищей из археологического музея и побыть там подольше, потому что там существует регламент, это 10 минут. А, ну да. Да, туда запускают на 10 минут и больше, чем 10 минут ты там находиться не можешь, потому что там... Ага, вот теперь я вижу купол. Да, вернее, вы видите уже не купол, а изображение Христа, потому что... Ну да. А вот сама купольная часть. Значит, а верни там, где разверстка была, чтобы посмотреть. А, вот, разверстка. То есть то, что я рассказывала Ольге Евгеньевне... Вижу, да-да. А я этого ничего не видела. Теперь мы поняли, да. А я не поняла вашего... Говорю, какие-то светители. Мы уже, по-моему, ушли от них. И вот обратите внимание, здесь съемка сделана, и в зависимости от того, как падает и проникает свет, по-разному вы видите изображение, да. Цвета фона особенно очень сильно меняются. Это вот там... Это как такие, знаете, как какие-то самоцветные картинки из каких-то драгоценных камней. Фотографии, вот сколько бы я не смотрела, то есть из книг, из интернета, да, я рассматривала, фотографии вообще не передают абсолютно, даже приблизительно, вот того, что ты видишь воочию. Так мы видим поясное изображение Христа в медальоне. В правой руке он держит раскрытые Евангелие, а левая у него сложена в благословлении. У Христа необычно толстая шея и широкие плечи, сильно удлиненный нос и лицо с высоким челом. Все эти особенности придают особенную выразительность образу. Вот здесь ангелы изображены с воздетыми руками, поддерживающие медальон. Они одеты в гематии и длинные хитоны. Все их одежды по-разному трактованы в тональном смысле. Вот синий гематий с розовым хитоном, желтый с темно-синим, голубой с желтым, ну и так далее. Они все разные. К сожалению, прям таких вот хороших ангелов я не нашла, кроме двух. То есть здесь, как было написано, изображен Михаил и Гавриил. Вот. И вот здесь такое изображение, такая тракторка. Ну, клики сохранились не очень хорошо, но в целом, когда смотришь на композицию, хорошо ощущается ритм движения. Еще за счет того, что в них разные одежды. Это производит какое-то полусказочное впечатление. И, ну, обратите внимание, что несмотря на то, что это все-таки композиция под куколом, все равно вот проработка, крыльев, все здесь вот такое книжное, миниатюрное, очень такое расписанное, прописанное. То есть очень такая работа тонкая и кропотливая. Ну, дальше, если смотреть на подкупленное пространство, исследовать там программе, мы видим изображение четырех евангелистов. Ну, к сожалению, юго-восточные, юго-западные и северо-западные, они в очень плохой сохранности. И от них почти что ничего не осталось. Но один среди них, который Иоанн, расположенный в северо-восточном парусе, сохранился достаточно хорошо. Единственная вот картинка из той книги, которая у меня есть, она не очень хорошо передает колористическое решение, но, к сожалению, ничего более достойного я не нашла. Так Иоанн изображен в полный рост перед столом и обращен налево. Справа от него сидит пишущий Пахомий, вот он здесь, на фоне архитектурной постройки с красной крышей, а за фигурой Иоанна изображена гора синяя. Вот, в принципе, от евангелистов что осталось. Далее... Почему Пахомий? Прохор? Прохор, конечно. Я отзываюсь, извините. Да, ну ничего, Прохор. Далее на торцах арок вот между евангелистами вы видите здесь изображение, есть изображение Христа в четырех ипостасях. На конце восточной арки изображен нерукотворный образ, который выполнен на белом полотне с красной окантовкой. Лик Христа слегка наклонен. Здесь тоже вот я нашла изображение, которое более так сделано профессионально и тоже подчеркивает вот эту вот ювелирную фактически работу мастера. К сожалению, остальные четыре изображения, они сохранились не очень хорошо. На западной арке изображение святой черепицы так называемой, где на красном прямоугольнике, вот вы можете увидеть красный прямоугольник, была изображена голова Христа. Но вот мы видим только какие-то остатки. По преданию, это черепица, отпечаток, на которой сохранился нерукотворный образ. И другие два изображения. старец западной арки занимает Христос Эммануэл, но тоже у него половина лица не сохранился, я тоже не нашла. Он поясной. И напротив него изображение ветхого демми, который тоже вот только сохранился на уровне силуэта. то есть тут получаются два нерукотворных образа друг напротив друга и два образа Эммануэл и ветхий демми. Далее в своде Апсида изображение Богородицы с архангелами. Богоматерь изображена лицом к зрителю на престоле и держащий на руках младенца, благословляющего обеими руками. Лики дошли в плохой сохранности, но можно хорошо увидеть трактовку ее одеяния и красные башмачки, про которые почему-то пишут все авторы. Два архангела в красных одеждах преклоняются перед Богоматерью. Далее внизу в Апсиде, вот это общий вид Апсида, изображение четырех отцов церкви. Святой Григорий Богослов, Василий Великий, Святой Герман и Иоанн Златоус. Тоже одежда этих фигур вторит изображением в том же расположении, как и было в XI и XII веках. В своде Апсиды Вознесение. В нити арки выписан круглый белый диск, поддерживаемый двумя парящими ангелами. В нем изображен Богословляющий Христос со свитком в левой руке. Поближе изображение, но свиток был когда-то, но его нет. Поверим в пару, что он был. Лицо ангела, сохранившегося с северной стороны, вот, вот это вот лицо, долговатое, с большими затененными глазами, длинным прямым носом и небольшими губами. На изгибах арки изображены еще две части композиции этой сцены. Они ниже находятся. Первая сцена, северная и южная. Южная сохранилась плохо, а северная дошла в хорошие сохранности. На северной стене мы видим посередине композиции Богородицу и к табакам стоят ангел с процветшим жезлом и Петр. Первый план из трех фигур, который достаточно статичный, спокойный, очень контрастирует с вторым планом, на котором изображены фигуры апостолов. Они изображены с обращенными к Христу головами и воздернутыми к нему руками. Вот изображение ангела с процветшим жезлом. Уже такая вот копка лица, большие глаза, прямой нос, такое зауженное лицо к подбородку и Богородице. Чтобы я побольше сделаю, чтобы тоже было видно. Следующая сцена, о которой пойдет речь, на преображение. В центре композиции изображена фигура Христа в сиянии голубых и белых лучей. Правой рукой он благословляет, а влевый держит свиток. В сторонам подножия двух коров, полоборота, слонившись к Христу, стоит Моисей с простертыми вперед руками и Ильяса раскрытой книгой. На переднем плане, влево, закрыв лицо, падает вниз головой вот он такой вот здесь падающий. Посередине, опираясь на локоть правой руки, лежит спящий Иоанн. От него почти ничего не осталось. И справа от него на коленях протягивает Христу правую руку и произносит евангельские слова «Сотворим Убодрикоще Святой Петр». Общее композиционное решение сцены выполнено в византийском духе. Сияние из трех концентрических кругов, символизируют Святую Троицу. Пророки изображены за пределами сияния. В контрасте с другими достаточно спокойными фигурами, изображенными в церкви иаков изображен падающим вниз головой. Художник использовал зигзагообразную ломаную неспокойную линию. Возможно, что это одно из первых изображений Святого Иака, падающего головой вниз, ставшего прототипом для многочисленных более поздних сцен на Балканах. Неизвестно о существовании другого изображения Святого Иака, возбрывающего руками глаза. Ну и последняя сцена, о которой я сегодня расскажу вкратце. Поближе лиг Христа. Это Благовещение надо увеличу, потому что я хотела подчеркнуть эту композицию. По установленному порядку на южной стороне изображена Богородица на северной Архангель. Изображение Богородицы дошло не так хорошо до нас. Она сильно стерта, но можно увидеть, у нее поднята правая рука. Она встала с престола и выслушивает весть, принесенная Архангелом. Влево она держит перед тяну. За Богородицей изображена стена с завесой. Ее трон украшен самоцветными камнями и жемчугом. Подушка престола и, конечно же, красные башмачки согласно византийскому канону указывают на ее высокий статус в небесной иерархии. В отличие от Богоматери, фигура Архангела сохранилась очень хорошо и производит впечатление на зрителя гармоничными формами, пропорциями, красотой и плавностью линий. Архангел Гавриил приближается слева с протянутой рукой к Богородице, а влево у него жезл увеличить. Он действительно отлично сохранился и совсем необыкновенный. Правое крыло его уже опущено, а левое еще поднято, то есть он изображен в неком таком движении. Темно-коричневая краска, крыльев с синим, малиновым, оранжевыми пятнами имитирует павлини перья и напоминает восточную феникс. Важным приемом здесь является освещение. Архангел в Баяне изображен в полумраке. Мягкий рассеянный свет без определенного источника, характерный для средневековой живописи того времени, местами освещает нижнюю часть фигуры, лицо и руку. Сильный свет отражается и на красных, оранжевых, синих красках прилив. Ну, вот, к сожалению, на сегодня все, потому что мне достаточно сложно это удалось. Единственное, я хочу сказать пару слов о том, что от живописи первой, написанная вот эта живопись 13 века написана в глубоких тонах и забилующими нюансами, передающая как тонкость цвета, так и скультурное и перспективное понимание сюжета художника. По баянской живописи вот со своим колористическим техническим решением приближается к фактическому или миниатюрному искусству, которое отличается от монументального стиля византийских фресок 11 и 12 века. Ну и в конце еще пару слов. Где-то до начала 2008 года в научных публикациях неизменно указывалось, что имя художника этих росписей неизвестно. Но в ходе работ последних реставрационных мероприятий, о которых я уже упоминала в 2006-2008 году, реставраторы профессор Григорий Григоров и Владимир Цветков обнаружили на так называемой грубой штукатурке надпись. Вот вы сейчас ее видите граффити. Я Василий расписал. Надпись сделана углем, которым в ту эпоху изограф наносил на штукатурку контуры фигур для последующей росписи. То есть ее никоим образом не мог оставить случайный посетитель. После нанесения грубой штукатурки ей давали день-два просохнуть, а затем покрывали вторым слоем уже тонкой штукатурки, по которой писалась уже сама непосредственно фреска. По поводу этой находки разгорелась какая-то жуткая дискуссия, которую я читала. Собственно говоря, это длилось недолго, потому что некий профессор Казимир Поп-Константинов и доцент Зарко Ждарков обнаружили в так называемом Баянском поминальнике, это списки болгарских царей и цариц, по которым в определенные дни в церкви читают молитвы. Следующую запись изограф Василий из села Субоныша, надеюсь, что я произношу правильно, Серский край. Имя художника было включено в поминальник, хотя по церковному уставу в него вносят только имена царей и цариц. Очевидно, это можно объяснить заслугами иконописцев перед Баянской церковью. И второй момент, это изображение святого Дмитрия. Я расскажу, наверное, о портретах и о светских портретах и изображениях святых в следующий раз, потому что там очень много всего, и я просто, если честно, не успела это все освоить. Кроме того, сложновато мне дается этот материал, потому что это немножко, ну, я не этим занималась. Ну, да. Официальные надписи, так как граффити на фресках Баянской церкви, выведены болгарскими буквами. Село Субоныша, так же, как и весь Сербский район, до войн 1912-1918 годов, было полностью населено болгарами. После двух Балканских и Первой мировой войны жители переселили на территорию Болгарии, их место заняли греки из Малайзии. Сегодня село называется Неосули. Специалисты давно заметили, что над росписями в Баянской церкви работал не один мастер. Главные образы изображения светских лиц, о которых пойдет следующая речь, следующая часть из святых писал один художник, а образы второстепенных святых и изображения на маловидимых местах его помощники. Действительно, в этот период с таким объемом работ обычно расписывали группы по 3-4 человека. И вот на этом изображении, на этом изображении, как считает доцент Ждарков. Судя по надписи на мече святого Димитрия, вот здесь есть надпись, вы ее видите? Видим, видим. Изображено имя второго художника, который звали Димитр. Написать на оружие святого свое имя еще один способ, которым иконописец мог украдкой сообщить миру о себе. Для этого он выбрал святого, имя, которого носил. Как звали третьего это написка ученика, никто пока не знает. Так, просто вот такое заключительное предложение, это Василий Димитр, так звали двух талантливых болгарских художников, которые в 13 веке создали вот эти шедевры. Все? Спасибо, Настя. Хорошо. Доклад, на самом деле, совсем не такой маленький, как вы. Нам бы обещали. Там просто очень много всего. Нет, я шучу, просто да. Нет, все, спасибо большое, очень памятник, замечательный, очень интересно. Кто, что спросить хочет, да, да, если сначала. Давайте. Я, по-моему, прослушала самое главное, вот все росписи, которые мы смотрели, они находятся внутри, вот это вот второй церкви. Первый. Первый. Это первая церковь, но второй слой росписи. Да, да, что второй слой росписи, я поняла. А во второй церкви тоже что-то есть? Там птиторские портреты, да? Там птиторские портреты, очень замечательные, очень красивые, я сейчас не буду ничего показывать, там есть некоторые сюжеты. Житийный цикл святителя Николая. Да, и очень большой житийный цикл святителя Николая. Понятно, спасибо. Я об этом расскажу в следующий раз, там даже наверное не на один, а на два, потому что ну очень хорошо, да, спасибо. Пожалуйста. Еще вопросы, да, кто что спросить хочет? Маш, что-нибудь хотите? У меня вопрос есть? Вот, Мария? Ну, не важно. Начали, я потом. Хорошо, если я правильно понял, то под фресками 13 века находится фреска 11-12 века, как бы это подсомерение не наставится. В связи с этим возникает вопрос, а есть ли желание, намерение или предположение снять аккуратно фрески 13 века, так, чтобы остались и открылись фрески более раннего времени? У них такого желания нет. Я думаю, что у них нет такого желания, потому что, ну, во-первых, не так давно были проделаны последние реставраторские работы, и то, я говорю, это не реставраторские, а вот больше это похоже на консервацию. То есть я не думаю, что у них, понимаете, дело в том, что вот когда вы стоите в этой церкви, вы понимаете ценность того, как эта живопись ощущается именно в этом пространстве, потому что даже вот само по себе пространство и организация этого пространства очень уникальна. Мне кажется, что ее просто даже если снять и где-то вот как они там любят в археологическом или историческом музее, это все послуждаются. Ну, не знаю, наверное, тогда легче. Нет, вы немножко не про то отвечаете, про что спрашивает Алексей. Он говорит о том, что ну вот сейчас действительно такая методика есть расслаивать эти разновременные слои живописи, греки этим очень увлекаются, во всяком случае с иконами, да, они аккуратно снимают там, допустим, слой 16 века и остается как бы два образа, один 16, другой условно там 14, да, иногда даже с монументальной живописью что-то такое делается, когда достоверно известно, что есть более древний слой, да, и хорошей сохранности, когда, так сказать, игра стоит свеч, но в данном случае просто там от этой древней живописи по-видимому очень немного сохранилось, потому что делались разного рода реставрационные пробы и от древней живописи там по-видимому очень немного, да, ну какие-то минимальные фрагменты, поэтому такая затея там по-видимому совершенно не актуальна, просто этот вопрос не стоит, в то время как живопись 13 века действительно замечательного качества, это вообще абсолютно выдающийся памятник и тревожить его, конечно, понапрасну точно смысла нету. Так, еще кто что хочет? Ну вот у меня был вопрос, давайте, вот у меня был вопрос, поскольку не только фрески 11 или 12 и 13 века, но и 16 века, вот вопрос в этом главном объеме в Наусе фрески сохранились 13 века или все-таки они были расчищены наверное 16 века, больше там не было никаких новых. Нет, 16 век в той части, про которую я рассказывала, там не было 16 века. Не было 16 века, то есть это просто вот все сохранилось с 13 века. это все, что я говорила. В этом уникальность, потому что это очень редко, даже в сербских храмах мы всегда видим насечки, то есть все заново покрывалось росписями в 16 веке, например, в том же самом. И вот в куполе такой необычной ромбовидной формы купол, вот там мне показалось с левым нижним углом вот как бы такая часть нерасчищенная, да, но на фоне в основном она была. Вернитесь, может быть, к этому куполу. Да, я могу вернуться. Ау! Настя, вы тут? Да, возвращаемся к куполу. Вот этот темный, да, вот нет, вот предыдущий, который показывали. А у меня все та же картинка воина Дмитрия, да, у меня вот этот нижний вот прямоугольник, который находит и на обводку самого купола. Да, там такие кусочки. Спасибо, нет. Ну, все-таки он был чем-то записан? Он, это не записан, вы понимаете, а они это грязь, я так поняла, что это не что-то как будто бы наклеено, я не могу объяснить, что это, я потом еще картинки, но я так поняла, что это какие-то реставрационные моменты, я не знаю, что это такое, я технически не могу это объяснить. Понятно. Вы о чем говорите, девушки? Можно еще раз? О нижнем. Вот видите здесь, Ольга Евгеньевна, такие квадратики. Ну, так это да, это, конечно, живопись позднейшая, не остается, да, реставрационная, нерасчищенный кусок для, и наверху такой же, да, и внизу. да, да. Ну, да, конечно, были записи. Вот мой вопрос и был как раз об этом были. значит, вы говорите про насечки, которые остаются и хорошо обозримы там в памятниках Сербии, ну, в частности, да, здесь на самом деле тоже они были, тут очень много реставрационных тонировок, и вот как раз то, что последний кадр с Дмитрием, который показывала нам Настя, там на самом деле это видно, да, это такие вот реставрационные тонировки, которые заполняют белые пустоты штукатурки. Это такая вот в Болгарии и в Греции такая вот не очень приятная реставрация, когда они делают эти тонировки, фактически сливаясь с подлинной живописью, да, иногда даже со штриховкой такой, вот, поэтому не видно, да, этих носичек и белые штукатурки, а так тут, конечно, были записи, да, ну вот, если вы этого крупнее сделаете, как вы делали, на лике у него, на лике, на нимбе, на синем фоне, там полным-полно этих самых вставок, да, это и сейчас видно, у него все лицо пятнистое такое, именно потому, что это вставки реставрационные, да, вот вам ответ, да, так что, конечно, были записи, тут на самом деле велась реставрация, как раз, вот я когда там была последний раз, в 90-е годы, там как раз перед этим они реставрировали, и архитектурная реставрация была, и живописы расчищали, ну и вот с этими, расчищали довольно качественно, а тонировки они довольно грубо делают, ну, как есть. Еще кто чего хочет, да, Маша другая, Яковлев, вы нам что-нибудь скажете, спросите, ваше время. Да, я хочу спросить, Настя, во-первых, спасибо большое за доклад, картинки замечательные, в общем, инфраструктивный материал по-доброму, да, потому что не так просто, я видела памятник, вот этот вот, да? Я была 4 года, а, ну вот, я же говорю, Маша была. Я хотела просто фотографировать там не дают, поэтому хорошие снимки очень сложно, долго просто искать, подбирать, и все, искать долго, и они все равно не такие, как Маша. Да, кропотливый труд, требующий много времени. Я хотела спросить, во-первых, Настя, ты была там вот в пределе Пантелеймена на втором этаже? На втором этаже я не была, потому что не пускали. Нас тоже не пустили, все. Но там вообще, ну, как сказать, я бы не сказала, я не скажу, что они прям стоят над тобой, но они за тобой ходят. И, кроме того, я же говорю, там вот этот рекламент, 10 минут ты можешь находиться, не больше. потом ты выходишь, и за тобой заходит другая группа или другой человек. Там сложность именно в том, что я туда пришла утром, и я была первая. Но я-то была первая, но и не единственная первая. За мной еще было много таких же первых. Поэтому, ну, вот у меня было всего 10 минут. Но в следующий раз, я думаю... когда мы были там, никого кроме нас не присутствовало, у нас на вторую... Вот, вот, я еще думаю, что очень все зависит от того, в какой сезон ты туда приезжаешь и как ты попадаешь вот с кем-то еще или, может быть, с кого-то, не знаю. Понятно. А второй вопрос у меня такой, а вот, ну, просто от этого зависит наше дальнейшее обсуждение. Просто, что с этим материалом ты дальше планируешь делать? Ты как-то вот его как-то хочешь дальше изучать или просто вот мы сейчас послушаем про Баянскую церковь? Ну, я, нет, я бы хотела, конечно же, рассказать и дальше о других росписях, потому что, на самом деле, там много еще интересного, особенно, что касается изображений святых и вот изображений светских. А вообще, ну, у меня цель еще изучить там две церкви, именно, которые были усыпальницами и просто изучить даже для себя. Мне стала интересна эта тема. Вот так вот. Ну, замечательно. То есть, можем обсуждать по существу. Да, я понимаю. Да, ну, отлично. Значит, у меня тогда можно, да, какие-то вот такие соображения. Во-первых, ну, вот, когда ты рассказываешь про церковь, про его архитектурную историю, ты почему-то называешь вот этот притвор, который построен при Холаянии, церковь. Ну, понятно, что это был притвор, а предел там, на втором этаже, предел, который освящен во имя святого Пантелеймона, насколько мне известно. Ну, это нужно, наверное, просто как-то более четко артикулировать, потому что становится немного непонятно, там, какая часть церкви во имя какого святого. Я поняла, да. посвящение имеется святитель Николай и Пантелеймон. Пантелеймон, это предел на втором этаже вот этой постройки середины XIII века, построенной Холаяном. Дальше. Тогда вот бисерка Пенкова говорит о двух более ранних, предшествующих слоях XIII века в слоях росписи. Но первый, как она пишет, вроде бы только выявлен, то есть там, по-видимому, никаких фигуративных изображений не осталось, но он, видимо, был. Я, к сожалению, подробностей не припомню, но только в общих чертах. Потом ты говоришь о втором слое, показываешь апсиду, нижнюю часть этой позиции службы святых отцов. Но кроме нее еще другие фрагменты сохранились, и они читаются, и даже вот на этом большой, на этой большой фотографии храма, который ты приводишь с презентации, там они видны. Они очень плохо видны. Они, они, может быть, плохо видны, но они есть, и они даже идентифицируются, и святые, которые там были изображены и сцены. И это почему еще важно, потому что вот, насколько я помню, Висерка Пенкова пишет о том, что росписи вот эти 1259 года, они в целом повторяют иконографическую программу росписи более ранее. масштаб их чуть меньше, ну, просто если дальше этим заниматься, нужно эти два слоя более подробно сопоставить и не ограничиваться только вот этой росписью в Апсиде, ну, и остальные участки 15 века, о них более подробно, наверное, рассказать. Хорошо. Так, вот следующее соотношение. Ну, по поводу тонировок реставрационных Польги Евгеньевны уже сказала, что там, насколько я помню, у меня такое впечатление, что у этого памятника очень неравномерная сохранность в разных частях. Есть какие-то участки живописи, которые очень хорошие сохранности, и можно их вот прямо использовать как эталоны для оценки стиля этих росписей 1259 года, а есть такие вот, с вашего позволения, замурцованные, которые настолько потревожены реставрационным вмешательством, что о первоначальном стиле росписи судить затруднительно. И вот в притворе это будет видно. И вот в основном объеме храма тоже отчасти очень хорошо заметно. Потом мне еще кажется, что ты, когда показывала фотографию, у тебя замечательная подкорка, вот когда птиторские портреты, ты их до реставрации показывала. Да, это старые, это из Гербарана. старые, потому что сейчас они сверкают красками. Да, они сейчас такие. совершенно другое впечатление. Это я в следующий раз покажу. У меня есть хорошие фотографии. Уже я просто подбираю, там и лики отдельно увеличены. Да, просто сегодня не та тема была. Когда реставра птиторов. Да, и мне кажется, будет полезно, не знаю, зная, что это публикация или нет, была же конференция в 10-м году, посвященная Баянской церкви. И вышел сборник статей по итогам этой конференции в 10-м или в 11-м уже в году, где история Баянской церкви рассматривается и программа Рамы Росписи, и какие-то попытки вписать живопись в контекст эпохи проводятся, в частности по ритмам найти с синайскими иконами 13-го века проводят параллели. Ну, понятно, что есть еще более старые литературой, она довольно объемная, но если это памятник раздуматься, то вот. Спасибо, Маш, большое, я у тебя обязательно потом еще прокомментирую. Очень хорошо. Спасибо, Маш. Так, еще кто чего хочет? Что, все-таки Вань, вы тут у нас с нами, Или уже и сейчас? Ваня, Ваня, Ау. Что-нибудь хотите нам сказать, спросить? Только поблагодарить. Только поблагодарить. Ну, ладно, хитрый Ваня. Все остальные высказали, еще кто-нибудь хочет? Ау. Ну, тогда я два слова скажу. Спасибо, Настя, очень это все интересно, потому что памятник, конечно, невероятно важный. Вообще просто на самом деле один из центральных ансамблей 13 века до сих пор все-таки ну, вот Маша совершенно справедливо там про публикации бисерки пенковой и про этот самый конференцию и сборник там к какому-то юбилею организованной, но на самом деле вот какого-то крупного труда со времен книжки Грабара так и нету до сих пор, да, и места и значения этого памятника до сих пор все-таки недостаточно оценено. Болгары многие, не все, конечно, но многие так сказать акцентируют именно ну национальное своеобразие, да, как бы это период, когда Болгария отделилась от Византии и вот эти самые славянские надписи и как бы ну такие вот особенности балканские якобы отличные от каких-то центральных течений собственно византийского искусства педалируются ну тут это в общем понятное такое явление но не очень понятно насколько это существенно при анализе оценки живописи в общем действительно очень важный для всего византийского мира это я именно о росписи 13 века говорю потому что памятник действительно абсолютно выдающийся и даже если эти мастера и были так сказать этническими болгарами это ничего не меняет потому что ну это абсолютно в русле каких-то общих проблем середины 13 века постепенного выхода из периода Латинской империи и вместе с тем какие-то элементы западного влияния там в какой-то мере присутствуют ну и так далее я тут сейчас совершенно не претендую на какую-то серьезную оценку этого памятника потому что ну вот есть какая-то литература и правильно Маша упомянула Безерко Пинкову и Элка Бакалова писала в 90-е годы но книжка Грабара очень полезная и хорошая но он писал ее фактически сто лет назад когда в Болгарии сидел в 20-х годах 20-го века ведь Грабар я напоминаю просто тем кто может быть не помнит когда он эмигрировал из России после революции в 19-м году он осел ровно в Болгарии в Софии и в отличие от Кондакова который очень быстро переехал в Прагу да и там соответственно начался этот самый семинариум Кондаквианом и так далее Грабар задержался в Болгарии да и очень много сделал для исследования болгарского искусства он лет 10-12 сидел я сейчас точно не помню до начала 30-х годов он там задержался женился да на болгарке и вот в этот период собственно он занимался Баянской церковью и написал тогда эту самую книжечку которая ну до сих пор имеет существенное значение но понятно что с тех пор много воды утекло да и за эти 100 лет и реставрации были и все-таки вообще исследование византийского искусства существенно продвинулось и архитектуры и иконографии и стиля 13-го века и так далее поэтому ну конечно при всей ценности этой книжки понятно что она в значительной мере очень сильно устарела и ну абсолютно необходимы какие-то вот новые усилия которые болгары фрагментарно так сказать предпринимают но вот повторяю до сих пор какого-то крупного обобщающего труда ни по архитектуре ни по жилписи в общем пока нет бисерка действительно писал там про вот ну попытки сопоставления предполагаемой первоначальной программы там 11-го или раннего 12-го века с 13-м но материал на самом деле повторяю очень мало я уже вот отвечая на вопрос Алексея говорила о том что ну каких-то крупных фрагментов первоначальной росписи явно не просматривается какие-то пробы делали может быть их недостаточно но в общем не читается так уж да систематически древняя программа какие-то фрагменты мелкие есть но очень мало и явно второстепенного свойства и качества все-таки самая главная ценность этого храма это именно это с точки зрения живописи это именно вот эта роспись 13 века теперь вот Настя нам про архитектуру рассказывала в целом это все так сказать очень полезно но она не акцентировала какие собственно части ну там фасадные декорации с этими нишами там и так далее относятся к древнейшей постройке да какие вот так сказать уже преображались в последующие периоды тут на самом деле тоже все очень интересно и вообще вот этот тип если Настя и дальше этим будет заниматься то это действительно ужасно интересно вот эти двухэтажные церкви с квосницей в нижнем этаже так в Батьково как раз это в Болгарии вот их да прям скажем не одна а вообще-то это афонский тип и территориально же это близко очень да вот это вот афонский тип церквей с косницами вот скажем на Руси это ведь вообще не было так распространено да чтобы огромное количество останков и особенно там в монастырях да вот так вот в крипте в подцерковье в нижней церкви ну там в зависимости от вариантов архитектурных чтобы они вот так в открытую хранились да у нас в лучшем случае саркофаги какие-то в церквах были и чаще даже в притворах в боковых пределах да даже далеко не всегда там в основных нефах а в Болгарии вот этот вот афонский тип с косницей ну как там в Боянской церкви это не так наглядно а в Бачково вообще душераздирающее зрелище заходишь в эту нижнюю церковь и там огромная груда костей открытых абсолютно совершенно не скрытых в Раянском тоже монастыре так же ну да вот да этот тип такой да то есть в принципе Боянская церковь ну она к этому типу принадлежала так сказать где-то больше сохранилась где-то меньше сохранилась там и как это все такая вот действительно замечательная афонская традиция так ну про реставрацию мы уже более или менее поговорили да в целом все спасибо какие-то были мелкие оговорки ну там скажем это у нас вознесение оно не в своде апсина это называется а в своде вимы все-таки да вот где-то что-то вы нам такое про преображение если я не знаю может я ослышалась вы сказали что спящий кто-то у нас спит-то в преображении или это мне показалось сидящий а какой сидящий сидящий извините значит я да а это может я все да а так спасибо большое чудесный памятник который ждет вообще какой-то такой своей настоящей оценки потому что это ну сохранность Маша все совершенно справедливо говорила что там очень неравноценный мне тогда повезло я была как раз еще леса были мы как раз с бисеркой и Елкой Бакаловой и ее мужем архитектором вместе по лесам лазили да Елка еще тогда могла по лесам лазить поэтому я какие-то части очень близко могла рассмотреть верхние да там конечно сохранность очень неравноценная но есть куски замечательной сохранности да и ну вот то что это замечательного качества живопись просто да никакому сомнению не подлежит ну вот спасибо будем дальше вас слушать по этому поводу извините можно еще спросить конечно Настя вот скажи пожалуйста ты какой-то публикацией пользовалась по поводу этих подписей мастеров Василия Дмитрия это книга Божидара Дмитрова да ну я думаю что мы с тобой пообщаемся может быть как-то какими-то полезными ты вообще скажи ты делал доклад по этой церкви или нет по этой не делал нет нет я это видела там была у меня четкое было впечатление что ты рассказывала про цикл я Николая нет не рассказывала нет нет а хорошо да постепенно нет я думаю что мы будем возвращаться к этому памятнику памятник замечательнейший потрясающий памятник и какой-то особой индивидуальностью совершенно верно и вообще это ну это такое очень масштабное явление для всего 13 века до сих пор неоцененное в достаточной мере все про сербские пишут да там сампачаны то да все вот середина 13 века а это ничуть не хуже и по объему росписей да и по качеству и так далее да и по тому интересу какие-то отдельные детали представляют да совершенно верно специфических иконографических деталей понятно что стиль своеобразный и хотя памятник вроде бы такой камерный но на самом деле там очень много порассуждать да это это материал еще совершенно не только не исчерпанный но вообще даже ну конечно книжечка гробара это все чудесно он он просто пионером был потому что до него вообще не было истории средневекового болгарского искусства то есть вообще вот эти вот памятники до него просто никто не описал поэтому это было ну первое грамотное исследование но ясно что это сейчас уже все позапрошлый век просто хорошо спасибо до следующего раза значит следующий раз опять Алексея будем слушать да сейчас я сделаю рассылочку чтобы все все видели да сегодня прощаемся павлу спасибо спасибо всем за обсуждение спасибо пока всего доброго до следующего раз до следующего раз